В информационной студии Екатерина Грицуны коротко о событиях города и края. Заседание Комитета по местному самоуправлению законности состоялось 25 августа. О рассмотрении вопросов о плане мероприятий по противодействию коррупции расскажем далее. Четвертым в повестке Комитета был вопрос о внесении изменений в план мероприятий по противодействию коррупции в Думе Дальнегорского округа на 2018-2020 годы. Одним из них является антикоррупционный мониторинг. Председатель Думы Василий Извенко рассказал присутствующим о новом методе. Антикоррупционный мониторинг – это деятельность, направленная на осуществление наблюдения и контроля за реализацией требований законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе в целях совершенствования мер по сфере противодействия коррупции. Субъектами мониторинга являются органы исполнительной власти Приморского края, определенные губернатором Приморского края, органы местного самоправления. Объектами антикоррупционного мониторинга являются органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоправления, краевые и муниципальные предприятия и учреждения. Данный мониторинг проводится по шести направлениям. Первое. Изучение общественного мнения о состоянии коррупции и эффективности применяемых антикоррупционных мер. Второе. Анализ жалоб и обращение физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений. Третье. Изучение и анализ применяемых объектов антикоррупционного мониторинга мер по противодействию коррупции. Четвертое. Анализ публикации о коррупции в средствах массовой информации. Пятое направление. Соблюдение государственными и муниципальными служащими, работниками, лицами, замещающих государственные и муниципальные должности объектов антикоррупционного мониторинга. И шестое. Наличие родственных или близких связей между служащими, работниками, лицами, замещающими государственные и муниципальные должности. В соответствии с изменениями, руководящий аппарат Думы округа внесет в план мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2020 годы еще один пункт. Представление сведений о результатах антикоррупционного мониторинга в органах исполнительной власти Приморского края, осуществляющих реализацию функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Данный мониторинг должен подаваться ежегодно, не позднее 1 февраля, следующего за отчетным, или в соответствии с запросом. Запрос, если получили мы от уполномоченно порвано, срок исполнения данного запроса не менее 10 рабочих дней. Вот такое изменение предлагается внести в наш план мероприятий по противодействию коррупции Думы Дальнегорского городского округа. Депутаты возражать не стали и утвердили вопрос для рассмотрения полным составом Думы. Еще один вопрос, пятый в повестке, касался антикоррупционных мероприятий, однако затрагивал органы исполнительной власти. Народные избранники заслушали отчет о реализации муниципальной программы противодействия коррупции в Дальнегорском округе в первом полугодии 2020 года. Реализация муниципальной программы противодействия коррупции в Дальнегорском городском округе осуществляется по четырем направлениям. Первое направление – это актуализация и поддержание в актуальном состоянии муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции. Второе направление – это осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений запретных требований. Третье направление – это противодействие коррупции в коррупционно опасных сферах. И четвертое направление – это пропагандистская работа, это информационно-разъяснительная работа и это обучение. По первому направлению в сфере актуализации правовых актов в антикоррупционной сфере за первое полугодие 2020 года администрации было принято 4 постановления. Также на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру для проведения антикоррупционной экспертизы, размещаются на сайте для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Также в муниципальных учреждениях приняты и поддерживаются в актуальном состоянии планы по противодействию коррупции. В сфере контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничение запретов требований в первом полугодии заседание комиссии по служебному поведению не проводилось в связи с отсутствием оснований. Уведомления о личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не подавались. Уведомления о склонении к совершению коррупционных правонарушений также не поступало. Три муниципальных служащих уведомили об иной оплачиваемой работе. Все муниципальные служащие, должности которых внесены в перечень, предоставили сведения о доходах в установленный срок. Контроль за противодействием коррупции в коррупционно опасных сферах. К таким сферам относятся муниципальные закупки, использование муниципального имущества и использование бюджетных средств. Такой контроль осуществляет финансовое управление, управление муниципальным имуществом в соответствии с утвержденными планами работы. В первом полугодии этими управлениями были осуществлены проверки. Нецелевого, неэффективного использования как бюджетных средств, так и муниципального имущества выявлено не было. В первом полугодии этого года 27 муниципальных служащих прошли повышение квалификации в сфере противодействия коррупции. Шесть муниципальных служащих, функциональные обязанности, в которых входит участие в противодействии коррупции. Эта обязанность установлена национальным планом противодействия коррупции. В основном обучение проходили, ну то есть ливиная доля прошедших обучения, это муниципальные служащие, поступившие впервые в муниципальную службу. Также проводится разъяснительная работа, информационная работа, проводятся консультации, как индивидуальные консультации, так и мероприятия массового характера, скажем так. То есть на аппаратах совещаниях озвучиваются вопросы, связанные с противодействием коррупции, направляются методические рекомендации в электронном виде, под роспись знакомятся муниципальные служащие. Работа ведется как со служащими, осуществляющими муниципальную службу, так и с гражданами, поступающими в муниципальную службу, для того, чтобы им объяснить нормы действующего законодательства. У нас практически все мероприятия реализуются постоянно. Есть мероприятия, для которых установлены особые сроки реализации. Это, например, предоставление сведений о доходах. В этом году срок был сдвинут до 1 августа. Также это проведение внутреннего мониторинга достоверности, полноты сведений. Это мероприятие должно у нас завершиться в конце сентября. И изготовление информационных материалов мы планируем до конца года. В общем-то, методические рекомендации опубликовать. Депутаты приняли отчет о реализации муниципальной программы к сведению, утвердительно проголосовав за то, что администрация округа обеспечивает реализацию программы в полном объеме и в установленные сроки. В среду 26 августа около 16 часов из окна заброшенного здания бывшей 4-й школы выпала 12-летняя девочка. Скорая оперативно доставила ее в приемное отделение центральной больницы. По информации учреждения, состояние стабильное. Ребенок активный, серьезных жалоб нет. В основном получены травмы легкой степени. Прогноз благоприятный, транспортировка во Владивосток не требуется. Сейчас находится в стационаре. Позже будет отправлено на амбулаторное долечивание. Дальнегорск богат на талантливых спортсменов. Боксеры, тяжелоатлеты, хоккеисты и другие ребята достойно выступают на престижных соревнованиях, демонстрируя высокий уровень и прославляя маленький город на севере Приморья. Но есть особенные звездочки, к чьим выступлениям и победам приковано внимание большей части земляков. Их поддерживают, за них болеют и переживают, ими гордятся. Один из таких спортсменов – боксер Егор Казарезов. Сегодня Егор уже занес ногу над своей новой ступенью в своей карьере. Совсем скоро он отправится в школу Олимпийского резерва в Новосибирске. Перед его отъездом мы решили вспомнить вместе с Егором и его главным тренером основные вехи спортивного пути восходящей звезды бокса. Егор Казарезов со спортом познакомился рано. Уже в четыре года начал заниматься плаванием. Спортивное воспитание парня для закалки тела и духа. Такой приоритет избрали родители. Выезжал с пловцами на соревнования, но заработать золотую награду не выходило. А встать на самую высокую ступень мальчику хотелось во что бы то ни стало. Тогда на помощь пришел отец. С его легкой руки Егор оказался в боксе. Моя цель была получить первую медаль. И отец меня дал на бокс. И первое соревнование я живу в Дальнеборске, я получаю первую медаль. И все, я сразу же забываю про бассейн. У меня вот только один приоритет – это бокс. Отец привел на бокс, а мама как отреагировала? Ну, первое время мама была против. А затем, когда начало получаться, она видела, что я этим заинтересован. Она поддержала меня. И до сих пор я занимаюсь этими спортом. Родители очень поддерживали меня. Я понимал, что мне придется очень сильно тренироваться, очень много тренироваться. Ну, мне это, прежде всего, нравилось. Мне нравилось приходить 10 часов на тренировки, просыпаться рано. Школа была на тот момент дневная, мы соперосмены учились, и приходилось рано вставать, идти на тренировки. Наоборот, тренировки очень сильно заряжали тебя. И ты идешь потом в школу, у тебя много эмоций. Ну, это очень здорово. Расскажи немного о своей семье. Мама, папа, кто они? Мама работает в садике, владшим воспитателем. А отец занимается, он грузоперевозки, лес водит. У него у самого есть спортивное прошлое? Да, конечно. Он всегда мне говорил, что если ты хочешь заниматься каким-то видом спорта, какие-то требуются материальные, материальная поддержка требуется, то вообще это без вопросов, я тебя всегда поддержу. Он так занимался боксом. Он, наверное, в Данегорске перезанимался всеми видами спорта. Ну, прежде чем отвезти на бокс, он с тобой как-то советовался? Или вот, сынок, доверяй мне, это хороший спорт. Да, он говорит, доверяй мне, Егор. Это тебе очень понравится. И мы с ним пришли, первые тренировки позанимались. Вот. И мне очень сильно понравилось. В бокс Егор ворвался стремительно. После нескольких месяцев тренировок одержал победу на своих первых соревнованиях в традиционном дальнегорском новогоднем турнире. Это вообще были незабываемые эмоции. Это было очень-очень... Мне это захватывало. Это было все на тот момент. Мне очень нравилось то есть спорта, потому что это была моя цель. Я ее вести, но мне хотелось еще больше и больше получать. Победа и первая долгожданная золотая медаль окрыляли его, а тренеры сразу поняли, что этот мальчик стоит пристального внимания. Тот турнир, я помню, по той причине, потому что я приехал его судить. Вот, поэтому, действительно, мы его заметили. Его поставили с более старшим бойцом, тем более более опытным. Был у него еще и повыше, но насколько Егор молодец в том моменте проявил такие хорошие качества волевые. Буквально, в буквальном смысле доставал до него с прыжка, бил. Это всех очень веселило. И в таком равном поединке, хотя где-то по очкам, конечно, проиграл, мы им отдали победу за определенные его качества. И с этого момента, конечно, он уже был в поле зрения и был уже замечен как перспективный боксер. Фундаментальные навыки Егору Козарезову привили его первые тренеры Александр Зайцев и Алексей Глотов. Профессиональные, чуткие, изобретательные. Под их руководством талант Егора мог развиваться в полной мере. Мы пришли, помню, был вторник. Он вел вторник, четверг, суббота. А Алексей Глотов вел по неделю на пятницу. И вот я шесть дней, неделю занимался боксом. Ходил к Алексею Игнаевичу и затем в следующий день ходил к Александру Тимофеевичу. Про перспективного, тогда еще маленького боксера, Алексей Глотов потом будет шутить. Егор бьет в одном прыжке четыре удара. Опытный, прозорливый взгляд тренера не подвел и на этот раз. Скорость – одно из главных преимуществ Егора. Через четыре месяца после новогоднего турнира Егор Козарезов впервые выехал на соревнования за пределами родного города. Алексей Глотов сказал, что нужно обкатываться, уже получать опыт от соревнований. И мы выехали в Сибирцево. Также был турнир, назывался «Молодой боксер». Первый бой я сразу проиграл, но это, несомненно, опыт в моей карьере. Так что я вообще не сожалею ни о чем. Первая победа на соревнованиях, на выездных, какая она? Первая победа – это, наверное, когда Алексей Геннадьевич уехал в Москву. И вот только пришел Алексей Александрович Зайцев. Это вот первый год, первый месяц мы поехали туда же, в Сибирцево. Вот, я попал на три боя. Первый бой я выиграл, это была моя первая победа на соревнованиях. Я был очень рад этому. И все, и остальные два боя тоже выиграл, меня заметили. Я в финале боксировал с парнем из Сибирцево, там местная звездочка. Вот, и все говорили, что ты его не пройдешь. Никто в меня не верил. Вот, я выиграл, и это было очень-очень, эмоции зашкаливали. Очень хорошо этот бой помнит и молодой тренер Алексей Зайцев. Это были и его первые выездные соревнования. Тогда Алексей Александрович и Егор только начинали заниматься вместе. Протренировались около трех месяцев. Воспитаннику было 12. Егор там занял классное, был классный бой, занял первое место. Причем он встретился со звездой тогда сибирцевского бокса. И у нас именно с этим бойцовиком такие моменты бывают, что местным прислуживают победы. Но Егор настолько молодец, настолько хорошо провел бой, что ни у одного судьи даже мысли не возникло. Даже и у главного судьи перевернуть бой. И Егор завоевал однозначно первое место. Провел на тот момент три боя. Это уже для 12-летних достаточно нормально. Тот период возрастной свой, он имел очень хорошую координацию. Он отлично двигался на ногах. У него был замечательный тайминг. Это движение по определенному промежуток времени. Когда только кто-то замахивается, он уже бил. Это такое чутье природное, которое есть далеко не у каждого боксера. И развивать его нужно. Нужно и развивается очень долго. Но у Егора это было. И он, конечно, всех потряс. И уже все судьи, все остальные тренеры говорили, что действительно золотой мальчик, очень одаренный. В нем сочеталась как раз таки, как я уже упомянул, координация, природный тайминг. У него была хорошая скорость. У него замечательная тропометрия. У него достаточно длинные и тяжелые руки для его роста. Он коренастого телосложения. Очень хорошо устойчив на ногах. В общем, у него есть все данные. Даже в футболе. Он играет за нашу боксерскую команду. Я, допустим, в свои 28 лет тренируюсь и завоевав уже титул, допустим, мастера спорта по боксу, мне в футболе достаточно было тяжело усвоиться. Хотя какая-то координационная работа, какие-то навыки, функциональные способности, это, конечно, все присутствовало. Но не хватало именно моторики ног и остального. У Егора это все сразу схватилось. Он играет за первый по третий, а я играю за второй. Поэтому огромная разница. Это говоря о том, что есть действительно природные хорошие данные. И плюс ко всему, как в жизни, к сожалению, бывает, у кого есть данные, тот не имеет стремления, не имеет желания. Но у Егора как раз таки все вместе и произошло. У него были хорошие данные, огромное стремление и большое желание заниматься боксом. И, наверное, определенная доля упорства и терпения? Разумеется, без этого никуда. Как я упомянул только что. Очень много одаренных боксеров, которые в 12 лет их видно. Скажем так, Егорд далеко не единственный. Их было много, но все перегорают. И в спорт таких высоких достижений, к сожалению, спорт тех людей, которые имеют как раз такие данные и имеют большую волю. Если у человека нет данных, у них есть и большая воля, то, к сожалению, он высот не добьется. Потому что в спорте высших достижений там играют мелочи. Допустим, мы возьмем там плавание, что-то еще там, буквально там на сантиметр нога больше плывет. Осанка ровная плывет еще лучше. Ну, то есть длина тела, размах рук и так далее, так далее, так далее. Мокси это играет такую же роль. И с другой стороны, тоже жалко тех людей, которые имеют огромные способности, большой потенциал. Но просто в силу того, что им дается это легко, они на такой легкой волне прокатывают. И, к сожалению, потом просто гаснут и их перебивают те, кто просто берет все трудом и терпением. После триумфа в Сибирцево Егора ждала и череда громких побед, и несколько досадных разочарований. Вернувшись, он интенсивно начинает готовиться к первенству Приморского края. Уверенно, его выиграв в возрастной категории младшие юноши, отправился в Большой Камень, на первенство Дальнего Востока. Судейство там, конечно, было не очень. Всех сливали. И первый бой я выигрывал. И у нас с Александром был разговор, что, Егор, если ты проиграешь, то ты не переживай. Мне в этот момент было 12 лет, а соревнования шли по 13-14. То есть мне только через пару месяцев было бы 13 лет. И он говорит, если ты проиграешь, то не надо переживать, все будет хорошо. Еще будут соревнования в будущем. Ты еще свое возьмешь. И я выиграю второй бой. Я выхожу в полуфинал, уверенно выиграю полуфинал. И в финале у меня был бой с местным боксером, которого просто тянули. Ну, там уже началась коммерция. И его просто тянули. И нам до боя подходят и говорят, что выиграть у вас точно не получится в любом случае. Ну, нужно будет сниматься с боя. Вот первый раунд я прибью соперника, просто разбиваю. Второй раунд проходит точно так же. И тренер говорит, что нужно сниматься, потому что затем боксировал наш боец Вадим Эйвер. И нам сказали, что если не получится, ну, если вы просто будете выигрывать, то нам придется слить вашего боксера. Уже начались вот такие вот ситуации неприятные. Вот. Мы, соответственно, снялись после этого раунда. И официально у меня второе место было на Дальнем Востоке. Почему приняли вот такое решение, что бой отдашь ты? Потому что товарищ тоже мог выходить на первенство России. Нам поставили такие условия, что если, Егор, ты не снимешься, то вашего одноклубника мы снимем в любом случае. Вот. И, ну, это должно в том дело, что он даже и проиграл следующий бой. Но сама суть, что вот такие вот неприятные ситуации получаются. Даже в юношеском боксе это очень неприятно. Нет взаимных обид? Нет, 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 нет. Через это вообще должен пройти каждый, я считаю. Это хорошо, что я прошел. Это в юном возрасте. Сейчас, это, если бы я сейчас это прошел, это было бы, я не знаю даже, как себя повел. Вот я прошел на тот момент, я уже знаю, что такое бывает, такое случается. Я к этому готов на данный момент. Так юноша впервые испытал на себе теневую сторону спорта, узнал горький вкус несправедливости. Тем не менее, его преимущество над соперником на первенстве Дальнего Востока было настолько очевидным, что на российские соревнования было принято решение отправить именно Егора, а не сомнительного чемпиона. И это уже началась такая точка, от которой у меня уже начало все получаться. Уже пошли следующие годы, я занял на первенстве России, в этом третье место. Мне было еще на тот момент 12 лет, всем было по 13-14, то бишь на 2 года все мне были старше. И я занял третье место, это был опьяняющий момент в моей карьере на данный момент. Бронза на всероссийском первенстве в 12 лет – это действительно головокружительный успех. Но зазнаваться, выставлять свои достижения на показ – Егор не привык. Он всегда отличался достойным и скромным поведением. У меня сразу было такое воспитание, что никогда я не зазнавался, никогда не вижу, что на себя какие-то регалии и тому подобное нет. Сразу Горосий Игнатьич нам приучил, приучал нас к этому, что такое вообще не подобает делать. Потому что это мужское воспитание прежде всего. И вот я приехал, конечно, там, это все говорили, что такого, давно такого не было в Данибургском боксе, что в таком и новом возрасте становились призеры на первенстве России. И вот я приезжаю сюда. Все встретили, все нас поздравили с тренером. Все отблагодарили Алексея Игнатьевича прежде всего, это его заслуга. Егор в этом плане молодец. Он трезво все понимает, осознает. Ему буквально, чем мне нравится, ему буквально сказать пару слов о том, что что-то делать можно, что-то нельзя. И он это помнит, воспринимает и ошибок не совершает. И в этом плане у Егора не было никогда, по крайней мере, я не замечал, я ни от кого не слышал, что он кичится своими победами. Это очень хорошая черта характера. Это скромность, скромность украшает. Вот если мы, допустим, возьмем, например, Андрей Ухова-Окунев. Он любит себя, он любит похвастаться. Это, разумеется, неплохо, но если хвастаешься, нужно поддерживать как минимум тот же уровень, либо брать планку выше. Потому что при таком поведении стоит один раз проиграть, и это, конечно, все будут помнить, тыкать. В принципе, я считаю, это нормальный процесс, и Андрюха пару раз обжегся. Есть такой момент, это, допустим, особенно для профессионального бокса, хорошая черта. Был у нас такой боксер, вернее, он и есть, Флойд Мэйвезер, который провел 50 боев, не потерпел ни одного поражения. И этот спортсмен, который заработал больше всего денег из всех спортсменов в мире, если мне не изменяет память, то за один только бой с Мэнди Пакьявом заработал около 600 миллионов долларов. Момент того, что он говорил, я самый сильный, я всех выиграю. И когда ему искали соперников, он отказывался от боя, набиваясь на цену. И в том бою с Мэнди Пакьявом, который был тоже один из топовых бойцов, один из шейхов даже из тока от себя дал четвертым, может, даже половину денег, лишь бы для того, чтобы, возможно, он хотел, чтобы его побили. Но нет, его не побили, и поэтому это очень такой интересный и психологический ход, когда ты, оценивая свои силы, правильно хвастаешься, и это, конечно, дает результат. Следующие значимые соревнования в жизни Егора Казарезова – всероссийский турнир по боксу среди юношей памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова в Москве. Еще он носит название «Турнир сильнейших». Очень стильный турнир, приезжают все мальчишки в 13-14 лет, тоже все перспективные, то есть они получают допуски, едут. И Егор тогда провел, если не ошибаюсь, четыре боя, болеет там всем Дальнегорском, помню, классно, он еще с помощью него получил привилеги уже на первенстве России. Блин, молочина. Прошел все три боя очень хорошо, четвертый бой, правда, тоже немножко такой получился равненький, и, ну, москвичи, как мне показалось им, что там кто-то был с Крыма, кто-то был с Приморского края, было далеко безрождища, поэтому вынесли решение, то что там 4-1 или, по-моему, 5-0, Егор выиграл. То есть, в принципе, такой равненький бой, но я переживал, что опять была какая-то подстава. Нет, все, выиграл, выиграл тот турнир, и тем самым, причем выиграл он один из Приморского края, ну, бывает, вот, каждый год проходят турниры, максимум два человека выигрывают, допустим, с Приморского края, ну, там максимум. Вот, Егор один из них, и поэтому я помню те победы, было, конечно, классно. Тоже все, вот, кто живет в Москве, из Данигорска, родом с Владивостока, приходили, болели, классно, хорошая атмосфера, такая дружественная командная поддержка, вот, это, конечно, помните. Я проходил подготовку там двухнедельную, проходили сборы, приезжали со всей России боксеры и проходили сборы вместе. Но я приехал в Москву, на тот момент Алексей Игнатьевич Клотов жил там, и мы проходили сбор вместе с ним. Он выделил меня по разным залам в Москве, там очень сильная школа бокса, и я боксировал со многими боксерами, которые также участвовали на соревнованиях, вот этих соревнованиях, которые я должен был проходить, они были постарше мне, и в том году, на тот момент, они выигрывали эти соревнования. Я прошел просто безумную подготовку, я был на колоссальном уровне на тот момент, и первый бой я выигрывал, вот первый бой это самый тяжелый, у каждого боксера, я так считаю, что первый бой самый тяжелый, и если его проходишь, то дальше намного легче боксировать. Я выиграл с учетом 4-1, затем этот парень также становился чемпионом России, чемпионом Европы он становился, вот, и затем у меня пошло по накатанной, я выиграл второй, третий бой, выхожу в финал, и парень был из Крыма, оттуда, да. Мы с ним, с ним не встречались еще, вот, на первенстве России, я тоже его не видел, это, ну, я видел, что боксер очень хорошее, вот, и первый раунд я проигрывал, второй раунд я выигрывал, и в третьем уже, мне тренинг говорит, что вот сейчас все зависит от тебя, если ты выиграешь, то все, ты станешь победителем Глубка России, вот, я собрался, собрал все свои силы, и когда мне подняли руку, это просто были безумные эмоции. Я до сих пор вспоминаю, и мне еще раз хочется почувствовать эти чувства, почувствовать эти эмоции. Затем мы поехали с Александром Дальцем в Беларусь, к его другу, вот, там неделю провели экскурсию, провели там, поездили по Минску, по всяким местам, которые были в Великой Отечественной войне, вот, ну, было очень интересно. Опыт Егора складывался не только из блестящих побед, но ему присуще еще одно замечательное качество. Он умеет делать выводы сразу и навсегда. Опыт сын ошибок, главное, уметь их правильно преобразовать. Помнится, это были уже, кстати, вторые соревнования, мы ехали в Усуиск, и на тот момент тоже Егор уже, грубо говоря, поверил в себя, и перед соревнованиями он, они ушли, вернее, команда играть в PlayStation, хотя я бы как бы запретить не мог, он просто стал сегодня играть, ну, не стоит так играть, вы уже настроитесь на соревнования и так далее. И вот он в первый бой выходит, и в первом бою проигрывает, проигрывает, причем бой-то, в принципе, не проигран был, ну, как сказали судьи, что Алексей, мы видели у Сибирсова, это был не он, поэтому, ну, плюс-минус отдали в другую сторону. И я очень рад, на самом деле, что это произошло, соревнования были не, там, с дальнейшим проходом, и Егор на тот момент усвоил урок, что, во-первых, на соревнованиях нужно относиться серьезнее, во-вторых, к бою надо настраиваться, а в-третьих, нужно выкладываться в бою на максимум. То есть, та фишечка и тот расколбас, разумеется, на данных соревнованиях не прошел, и это очень хорошо, но победа, выиграли поражение, так и осталось поражение. То есть, это, скажем, топ-1, пока поражение. А дальнейшая судьба, Егор Молочинов, он выиграл и тяжелые бои, допустим, мы уже как-то рассказывали, вот Джонас Чидо здесь, тоже был очень ударенный парень, отец у него нигериец, мать русская, тоже очень радо сформировался, очень скоростной, у него тоже большой камень, у него достаточно богатая федерация, она вкладывала в него, у него было уже на тот момент, там, за 100 боев, и как раз вот здесь, имея огромный опыт и свой талант, он, конечно, его просто напросто растратил. И Егор, когда у них был бой первой в Сурийске, с счетом судьи 3-2 отдали Егору, это была очень радостная победа, а вторая победа с ним же, этот парень захотел взять реванш, это был город Хабаровск, они тоже встретились в финале на кандидатском турнире, и Егор его просто прошел, прошелся как танк. Поэтому, опять же, в подтверждение тех слов, что терпение и труд – это, конечно же, разумеется, прежде всего. Турнир имени Грекова проходил в 2017-м. Еще год Егор успешно участвовал в соревнованиях регионального уровня и в 2018-м снова выигрывает первенство Приморского края, затем первенство Дальнего Востока во Владивостоке. Эта победа принесла путевку на всероссийские соревнования. Я еду на Россию, первый бой я выигрывал, и во втором бою, в очень равном бою со Саратова, как мне показалось, на тот момент, что бой был очень равный, вот, отдают в ту сторону, я проигрывал, вот, и затем этот парень становится победителем России, победителем Европы, он выигрывает Европу, вот, на тот момент было очень обидно, это прям, вот, не по себе, все, ну, я ожидал от себя сам другого результата, вот, и я приезжаю в Дальнего Востоке, мы также готовимся, выиграем соревнования, едем в Банино, там боксируют наши боксеры, да, и затем, в 19-й год я выигрывал край, еду на зону в Биробиджан, и на зоне я проиграю второй бой, вот, это вот было неприятно. На Дальнем Востоке я первый раз так проигрывал, не считая первый раз в большом камне, вот. Что подвыло? Наверное, не хватало тренера, я считаю, да, тренера, тренера не хватило, реально. Мы ездили с другим тренером, с Сибирцевым, вот, ну, все равно это не та поддержка, ну, как бы то ни было, это, может быть, это отговорки, но, ну, я сам, я сам просто не настроился, наверное, и, ну, с этим боксером я до этого боксировал и играл, и вот так вот получилось, что проиграл во втором бою, и парень, парень проиграл в следующем бою тоже, ну, очень-то такие соревнования, это, наверное, самое неприятное соревнование, которые вот были, даже, это еще, наверное, были неприятные, которые вот в большом камне в финале я проиграл, вот. Вот, и так же готовимся, я не расстраивался, я понял, что нужно собираться, что нужно уже быть более самостоятельным, не зависеть от кого-то, уже настраиваться в самом голове у себя, и затем вот мы едем в этом году, мы едем на Пенвеста Края в Арсеньеве, я прохожу там с уверенностью, и едем так же в Арибиджан, у меня было много мыслей опять в Арибиджан, опять та же ситуация будет, ну, не хотелось, чтобы турнир покидал в Арибиджане, но я настраиваюсь на этот турнир, так же попадаю на четыре боя, вот, и прохожу этот турнир. Двадцать, Егор. Дергай, дергай. Левый в корпус. Отлично. Ещё здесь, ещё вверх. Ещё вверх. Молодцы. Тот турнир в Арибиджане собрал 175 спортсменов со всего Дальнего Востока. Егор был безусловным фаворитом. И, наверное, только самые близкие догадывались, что он боялся повторения прошлогодней неудачи в этом же городе. Но все четыре напряжённых боя – безоговорочные победы. Вереницы побед, медали, кубки, звания за самый красивый бой, лучший боксёр турнира, перечислять достижения Егора Казарезова можно очень долго. Но определяющую роль в его карьере сыграл турнир в Хабаровске в 2019 году. Он стал кандидатом в мастера спорта. Сыграл боксёр красного влака, Сыграл Казарезов, Горби, Умский карьер. До этого не выигрывал Хабаровск. Мы выигрывали Хабаровск турнир на Кубок Мэра он называется. Около семи лет, наверное. И мы поехали с Ваней Калинченко. Он выиграл два боя. Я выполнил три боя. Мы выигрываем, становимся кандидатом в мастера спорта. До этого последний кандидат тоже, наверное, был около семи лет назад, который выполнил название. Вот мы становимся и приезжаем в Дальненбург. Это было, конечно, очень приятно, что все поздравляли нас. Это была на тот момент цель ставить кандидатом в мастера спорта. Первая цель. Это первая ступенька к моему общему началу. Я и так считаю, что удачи только больше будет. Вот я много раз его подтверждал, в находке подтверждал. Потом опять мы поехали за счетов в Хабаровск. И затем, вот сейчас, вот на Дальнем Востоке, также я его подтвердил. Его нужно поддержать каждые три года. Сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса внесла коррективы в соревновательный процесс. Егор мечтал попасть на турнир «Дети Азии» в этом году. Это малые олимпийские игры, проходят раз в четыре года. И он как раз подходил по возрасту. Но ограничения постепенно снимаются. Возобновляются соревнования и тренировки. А перед Егором открываются новые большие горизонты. Его ждет школа олимпийского резерва в Новосибирске. Путь в большой спорт он себе пробил в буквальном смысле слова. Завоевывал также третье место на первенстве России, на Кубке России, становился первым. Это от того, свои плоды, конечно, в первую очередь. Вот. И Глотов Алексей Игнатьевич сказал, что вот есть такая школа. Сейчас там тренируют тренер, который до этого был в сборной России по молодежи. Очень хороший тренер, очень хороший человек, прежде всего. И тебе нужно ехать туда. Был момент еще поехать в Москву, но это стоило большие финансы. Нужны были большие финансы для этого. Нам, конечно, вот это наш минус, нашего городка. Что такого мы не позволяем себе, чтобы поехать куда-то больше в город. Нужны большие деньги для этого. Как там будет складываться твой день, когда ты уезжаешь? Или что там за распорядок? Когда я закончил 9 классов и поступаю в колледж. Я должен быть часом 3 и 10. 3 года, 10 месяцев. Мой распорядок дня будет стоять в том, что я должен с утра пойти на тренировку. Потренироваться, пойти в колледж. Затем после колледжа есть время отдохнуть, поделать какие-то задания и вечером пойти на тренировку. Из этого будет стоять мой день. И вот на ближайшее 4 лет я буду тренироваться, выступать, ездить на основания. Хорошо, что по учебе не так сильно будут нагружать, будут давать какие-то... Будут вообще давать ослабления какие-то по этому поводу. Можно будет больше уделять времени тренировкам. Не будут сильно нагружать по учебе. И можно отточить какие-то свои комбинации. В Новосибирске Егор будет получать образование тренера-преподавателя. После колледжа планирует идти в высшее учебное заведение. И, разумеется, продолжать боксировать. Вообще, моя мечта – это выиграть Олимпиаду, упасть туда. И там уже, как будет, будем надеяться. Я не могу не спросить о твоих ориентиров мирового уровня. За кем из боксеров ты особенно пристально следишь? Василий Ломаченко – это просто наивысший боксер, которого я знаю. Очень-очень умный. Тренировки, конечно, у него тоже безумные. Он такого творяет, что очень охота повторять за ним это все. Если говорить о ваших тренерах, что самое главное они дали вам? С каким багажом от тренеров ты поедешь, кроме мастерства боксерского? Это, наверное, о незапреленном характере. И вообще дали нам… Они много нам говорят, много говорят нам о том, как себя вести в людях. Мы много общаемся с ними. И поэтому… Они много решили, наверное, все зависит от них. Вообще, если бы не они, то я, наверное, не сидел бы сейчас здесь. Не разговаривал, не уезжал бы никуда. Так что все, вообще, все воспитание, все дали они нам. Мы всю жизнь, считай, 8 лет я провел в этом зале. Я ежедневно, по два раза в день не вылезал отсюда. Поэтому все они дают нам. Большое спасибо вообще всем тренерам. И прежде всего, нашим тренерам – это Алексей Игнатьевичу Ботову, Алексею Санчу Зайцеву, Алексею Медведевичу Корчеву и Медведевичу Горошенко. Межличностные отношения в клубе «Боевые перчатки» – отдельная и совершенно уникальная история. Это сплоченное братство, готовые в любой момент прийти на помощь друг другу. Эти ценности в свое время унаследовали нынешние тренеры и четко следуют ориентирам дружества и чести. Бокс, хоть и не командный вид спорта, но мы в этом зале, мы одна семья. Мы вообще изначально были поставлены в такие условия, что мы одна семья, не бывало такого, что мы где-то ссорились, где-то вот даже если мы были вместе, кто-то там специально давал бой. Об этом вообще никогда не было речи, что там я тебе там уступил, ты там мне что-то должен, такого никогда не было. Мы одна семья, мы поддерживаем друг друга. Мы всегда вообще, всегда друг с другом стоим горой. Ну, разумеется, такой настрой, так сплодили вас ваши тренеры. Конечно, конечно. Это в первую очередь заслуга Александра Тимофеевича, Алексея Геннадьевича, что мы так пришли, они нам говорят, что вы одна семья, это, конечно, по малышам там, ну, еще мы маленькие были, где-то там этого не понимали, а вот они, вот сейчас мы повзрослели, мы понимаем, что все это было правильно, что они говорили нам такие правильные вещи. Поэтому в новую жизнь Егор отправляется не только с радостью и азартом, из-за новых перспектив, но и с легкой грустью. В Дальнегорске остаются любимые родители, тренеры, верные друзья. Мы недавно провожали нашего друга, он уезжал на Украину, на родину, он приехал с Украины, вот, и мы его провожали, и я просто смотрю и понимаю, что через пару месяцев меня нужно будет точно так же провожать. это очень, конечно, горько, как вы сказали, вот, и, ну, понимаю, что нужно будет всех оставить. Тоже мама будет очень сильно переживать, как я там буду. Ну, это первый шаг мы к этому, к взрослой жизни, так что я понимаю, что я должен это сделать. Родители, наверное, не готовы были так рано, вот, в 16, да, уже тебя вот отпустить? Да, ну, на самом деле, 16, это уже нормальный возраст для того, чтобы отпустить. Ребята уже, они в 14 лет, ну, вот, уже боксеры. Ну, они уже в Владивосток, а тут Новосибирск, тут, конечно, уже центр России, подальше отсюда, и, ну, это нужно сделать прежде всего, чтобы выполнить мою мечту, которую я хочу сделать, вот. Что ты пожелаешь самому себе, кроме того, кроме осуществления мечты, что ты пожелаешь, как к ней прийти ты хочешь, к этой мечте? Прежде всего, здоровье и терпение, потому что тренировки там будут очень тяжелые, и нужно будет к этому готовым быть. Я думаю, я приеду, освоюсь, и самое главное-то не погубить свое здоровье, потому что много боксеров списали со счетов и за здоровье, вот, это прежде всего. Путь к мечте Егору предстоит непростой. Это понимают и он, и его тренеры, но у него есть все шансы для того, чтобы добиться больших высот в спорте. Очень хочется надеяться, что Егор не перегорит. Мы его отправляем ныне в школу Олимпийского резерва города Новосибирска. На данный момент это очень перспективное направление, потому что у них сменился тренер, и тренер у них, один из тренеров Новосибирска является главным тренером сборной России, поэтому, я думаю, все выходы есть, так как бокс очень субъективный ве спорта, тяжело пробиться, нужно быть всегда на голову выше, потому что в равных боях нам, как никому неизвестным ребятам, никому, скажем так, не проплатившие, это, к сожалению, в спорте есть, нам очень-очень-очень тяжело. Я надеюсь, что в той команде у Егора будут все шансы. С каким сердцем вы опускаете Егора? Буду, разумеется, скучать, но я трезво понимаю, что сейчас мы выпустили четырех основных ребят, у нас четверо еще осталось, и Егор пятый, он в девятом классе, остальные в десятом классе. Я прекрасно понимаю, что отпустив еще четырех ребят через год, Егор просто одиннадцатый класс, здесь будет один, ему не с кем будет спарринговаться, не с кем будет отрабатывать, не будет перспектив расти, поэтому мы с тяжелым сердцем, но с большой надеждой отправляем Его в такой тяжелый путь. Что ему надо преодолеть, или наоборот, что в себе сохранить, чтобы пройти дальше успешно? Интересный момент, что ему, мне кажется, нужно только ничего не потерять. Он уже готов, его желания, его способности, это нужно только приумножить, и не более. Проблема может быть только в утере личности, личностного роста, в утере такого профназначения. Много очень ребят, особенно, ну, если мы берем, приморских ребят, которые уезжали, допустим, в Москву, в тот же Новосибирск, они просто становились обычными такими же жителями, которые их съедала рутина, они понимали, допустим, что на этом периоде они со спорта зарабатывают немного, они уходили работать, работали, и просто тем самым они, конечно, утратили свои какие-то перспективы. Нужно очень четко понимать, что в принципе перспективы и заработок у спортсменов достаточно хорошие. Нужно только перетерпеть, где-то переждать. Один из таких примеров у нас Иван Верясов, это парень с находки, тоже уехал в Калининград, потом переехал в Петербург, постоянно на чемпионате России становился вторым, иногда первым, и Туту тоже попал в команду и своего такого, скажем, закадычного противника, он с ним встретился опять, опять у них был примерно равный бой, это был Бабанин, такой у нас есть спортсмен, о нем, я думаю, можно сделать небольшую отсылку. Парень боксирует свыше 91 килограмма, маленького роста, очень пухленький, но имеет, о чем я и говорил, природный тайминг. Двигается вообще непримечательно, нет никаких рельефных мышц, ничего, но знает, когда ударит. Попадает с них богомола такого, попадает, падают в рамы двухметровые, накачанные, даже, может быть, вы слышали, профессиональный спортсмен Тайсон Фьюри, который недавно одержал победу над Валдером, то есть это на данный момент самый сильный, тяжелый из планеты, и вот Максим Бабанин, его на каком-то из турниров, когда еще Тайсон Фьюри был любителем, он его выигрывал, поэтому, ну, кто в сфере бокса крутится, они знают, что это тот спортсмен, который выиграл Тайсон Фьюри, ну, это круто. и вот здесь, допустим, Иван просто занимался, занимался, не бросал, не дождался своего часа, потому что, скажем, настроение, главный тренер может меняться, пускай тот, допустим, посильнее, но у него проблемы с дисциплиной, и он взял Ивана, и на данный момент он, по идее, если все не ясно, если с пандемией, он должен будет участвовать в Олимпийских играх, если же Байслон, то они сейчас должны быть, по идее, вот, поэтому шанс своего нужно ждать, и в основном, особенно в спорте, добиваются успехов тот, кто терпит, ждет, и дожидается своего часа. Все уже знаем, какой Егор спортсмен, но вы много времени проводите вместе, и побочными, не на тренировках, а какого он человек? Человек, он однозначно хороший, у него, стоит отметить, очень рано сформировалась личность, если остальные дети, допустим, они неопределенные, у них есть какие-то всплески, допустим, одной стороны, второй, то Егор очень эмоционально стабилен, он уже сформирован, именно как личность, как взрослая личность, с ним очень легко, с ним, ну, действительно, мы общаемся, допустим, с ним как друзья уже, никогда не подводил, огромная ответственность, в общем, молодец, и учится хорошо, и все хвалят, и никогда стыдно за него не было. Телекомпания «Даль-ТВ» искренне желает Егору Козарезову долгой, счастливой и успешной дороги в спорте, исполнения всех его надежд. Удивительный парень, рассудительный, достойный, порядочный, мужественный, с верными жизненными ориентирами, редкий для нынешнего поколения. У него обязательно все получится, а Дальнегорск будет следить за его судьбой и непременно гордиться. Дальнегорск Дальнегорск 28 апреля в Дальнегорске состоится открытие выставки художника Ильи Керницкого, члена Творческого союза художников России. Автор создает свои произведения в различных видах искусства. Познакомиться с его творчеством, пообщаться с интересным человеком приглашает музейно-выставочный центр. В музейно-выставочном центре 28 августа в 14.00 состоится выставка живописи Ильи Керницкого. Илья Керницкий, член Творческого союза художников России, работает в жанре изобразительного искусства, абстрактной живописи. На открытии выставки у посетителей будет возможность познакомиться с художником и с его пленерными этюдами прекрасных мест Дальнегорского района. Приглашаем всех желающих! Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания! Спасибо, что вы с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова